И когда он это сделал, после того, как он стал героем Израиля, после того, как он в бою победил Галиата, он же Галиат по-русски, Галиата, после этого ревность Шаула, который дал ему свою дочь в жены, то есть это был уже зять его, настолько взыграло, что он был приговорен к смерти. Там юридические основания были, конечно, у Шаула, но только это были такие юридические зацепки. Сущность, конечно, это все было итогом его болезни души. Так или иначе, он был приговорен к смерти и должен был бежать, потому что если приговорен к царю, то что тут хорошего будет. И бежал он к кому? Плештим. Они же в игре слов, и может быть немножко в этом есть что-то. Мы не будем сейчас особенно философствовать на эту тему, чтобы не попасть в все эти дешевые философии. Филистимляне, они же палестинцы и все такое. Но это не связано с этими палестинцами, но имя связано. Плештим это Эрец Плештим, она же на латинском языке Палестина, а отсюда уже дальше вы все знаете сами. Это все филология. В области филологии есть прямая связь между Плештим и палестинцами, но только филология. В жизни нет никакой связи, потому что эти арабы, а те были, в общем-то, скажем, около греками. Около греческие средиземноморские народы. Это греческие, и ласки. Да, около греческие. Это не сами там... Да, ну так вот можно считать. Но они-то перемешались, и в наше мировоззрение они рассматриваются как смесь от Ефета, от Хама. То есть, как бы, и так, и так, наполовину Канаанцы, наполовину Яванцы, Яван, Греция и так далее. Он должен был бежать к ним. И когда он бежал, то он пошел к одному из главных царей. Там местные царики были такие, знаете, в каждой области. К одному из главных по имени Ахиш. Об этом книга Мелахим в Танахе рассказывает. Но тут Медраж больше рассказывает, чем в Танахе. По имени Ахиш. Ахиш такой. И один из главных сторожей города, а город был Гат. Он же Хакириад-Гат теперь, да, в том же месте. Хакириад-Гат это происходит, в общем-то, по сути, от места Гат, который был Таф на конце. И один из начальников стражи, он был родной брат этого Галиата. И он увидел царя Давида, который не особенно нажимал. Во-первых, он не царь еще был. Во-вторых, он не особенно нажимал на то, как он выглядит. И, как говорится, пытался, знаете, наяврите, профиль на мух. Не особенно выделяться. Но этот брат Галиата его узнал. И он собрал других родственников. Они пошли к царю Ахишу. И сказали ему, смотри, кто здесь. Самый раз мы теперь судить его будем. Он же убил нашего Галиата. На что царь сказал, что я знаю, что он убил, но это же было в честной борьбе. Кроме того, сам Галиат наш лидер, военный. И вот, что он сам говорил, кто победит, тот победит. Чем убивать столько людей, лучше сразимся с самым сильным у нас, с самым сильным у них. И против Галиата, вы помните историю, вышел Давид, который был в два раза ниже его ростом. И выглядел щуплый, 18-летний, ничего, непонятно, кто он такой. И он победил этого колоссального и огромного Галиата. Так что царь сказал, что я не вижу никаких причин, почему мы должны ему отомстить, если, так сказать, он в честной борьбе. Так те сказали ему, если бы Галиат победил в честной борьбе, так что вы бы ничего, вы бы согласились, что это правильный метод был. Они говорят, дело не в этом. Если ты сам утверждаешь, что это было все так хорошо, прекрасно, ты должен выводы из своих слов сделать. Они ему говорят, этому афишу. Какие выводы? Что раз так, то тогда мы плештим, филистимляне вот эти, мы должны быть подданными вассалами евреев. Потому что раз ты говоришь, что все в честной борьбе было, и правильно, что условия борьбы, кто выиграет, тот выиграет. Так что ты теперь из себя строишь царя? Ты никто, ты вообще не царь. Какой ты царь? Ты сам говоришь, что выиграл. Давид тогда победил. Значит, ты должен просто поднять руки вверх и стать вассалом у царя Шаула. Ну, тому это не понравилось, вся теория. Тогда он, значит, должен назад идти. Хорошо, значит, тогда уже не будем признавать, что Давид победил так уже в честной борьбе. И, может быть, имеет смысл ему отомстить. Потому что, либо-либо, если мы его будем признавать, ну, такая шахматная игра. Признаем, значит, мы сами проиграем. Лучше тогда я сказал афиш про себя, я возьму сторону родственников Голианта, и мы сейчас разберемся с Давидом. Пока суд доделал, тот слышит это. И, как Баруа Гакодыш, и, может быть, другими путями, он слышит, что его собираются сейчас убить. Значит, так, ситуация-то Крият Ямсу. Помните, сзади египтяне, впереди море. Что делать? Это такая, есть такая у человека иногда ситуация. Сзади египтяне, впереди море. Это же не просто так, это символ, это модель ситуации. Что делать? Вы немножко этот недраж слышали, и мы им пользовались уже примерно 20 переков тому назад. Давайте так, я по времени не знаю, это было 3 года назад, 4 года назад. Но это было примерно 20 глав тому назад. Когда царь Давид, который в себе содержал суть, как бы завершения Тора и всего, значит, ему уже понимать надо все. Он задал вопрос, если можно так говорить, всевышшему, говорит, что там, что я не понимаю, я чувствую, что я могу понять, но одну вещь я не могу понять. Если все, что ты сделал, это правильно и разумно. И даже когда человек больной, это тоже понятно, он что-то сделал, больной. И другие вещи происходят, это тоже понятно. Говорит, но я не могу понять, что значит человек сумасшедший. Что такое шизофрения? Что такое сумасшедствие? Что это дает? Пока человек с умом, любые плохие вещи для него, ему на пользу идут. Потому что он может умом понять, почему это происходит. Задуматься, например. Он вообще никто ничего не поймет, как мы знаем. Но задуматься каждый может. Если он задумывается, он может до чего-то дойти. А человек больной не может, что он не будет думать. У него нет мышления обычного. Значит, его интуитивные все моменты у больного человека, они не на уровне пользы другим людям. Потому что, что нам из выводов сумасшедшего человека, если они получены ненормальным путем? Так этот человек может быть на небе. Зачем он пришел в этот мир? Никакой пользы не будет ему, ни нам, никому. Никакой пользы нет от душевно больного человека. Это говорит Давид Амера. То есть сумасшествие это вещь, которая никакой пользы не имеет. Все остальное имеет. Даже трагедии это польза. Это можно учиться. А что можно учиться от психически больного человека? На что он вовсе выше сказал, что очень хорошо. Как говорится, я сейчас утрирую, пересказываю Медраж немножко чуть-чуть иначе. Но суть такая. Он говорит, что ты увидишь, что это очень даже нужная вещь. Что сумасшествие в мире не существует случайно. Оно несет в себя и положительную нагрузку тоже. Ничего Давид не может сказать. Пока он не вспомнил это в этой ситуации. Когда сзади египтяне впереди моря. То бишь, сзади царь Шаул со смертным приговором. А впереди эти крепкие ребята из... Давайте в стихах крепкие ребята из Гатта. Из города Кириатгар. И не туда, и не сюда. А в Торе говорит, уповаться на чудеса нельзя. У меня никогда нет такого, что лисмо холонес. Нет такого, чтобы надеяться на чудеса. Надо делать свое дело. Будет чудо, будет хороша, если не будет чудо. Претензий не надо. Нет, чудо не обещано никому. Значит, что делать тогда? И Тарам вспомнил вот этот свой, так сказать, в пророческом видении свой разговор как бы со Всевышним. И тогда он понял, что надо делать. И моментально, пока там идет обсуждение, что с ним делать, он понял, что ему надо делать. Он был... Вы помните, его встретили у входа в город. Вот этот стражник-то его и увидел, этот брат Галиата. Значит, он пока ждет решения судьбы. Пока не узнали войска Шаула, где он. То есть остались считанные минуты и часы у него. Когда узнают его, там же и прихлопнут. Что делал? И он начал размашистым почерком писать на стене города Гатт. Следующее. Царь должен мне в современных деньгах примерно, поверьте, я считаю неплохо тут, 100 миллионов долларов. А жена его должна мне 50 миллионов долларов. Ну, понятно, кто. После того, как на него стали так смотреть, что он пишет. Он стал вслух петь псалмы свои. Что-то вообще бред такой идет. То есть не реагирует, неадекватно реагирует. Это есть болезнь. Он неадекватно. Его спрашивают. Он просто поет себе и все, и пишет, что мне должны деньги. И все такое. Значит, Акадошбару помогает, как мы знаем. Значит, оказалось, потихонечку стала проявляться шизофрения. Как жены этого царя, так и его дочери. Тогда он так сказал. Мне своих сумасшедших хватает. Мне еще нужно иметь дело с этим. Отпустить его, что я его не видел здесь. И все. И, значит, таким образом, вместо того, что схватить, его отпустили. И он, так сказать, смог укрыться. И ему, так сказать, защиту все-таки создали какую-то. Отпустить, это значит, что не трогать его. Он не трогать, так он в стране плештим чувствует себя относительно. В безопасности, царь сказал, его не трогать вообще, что я сумасшедшим иметь дело, пусть живет. И главное, чтобы из моих глаз долой, чтобы я его не видел. Это введение к этому псалом. Теперь, зачем нам все это нужно? Ну, это, например, чтобы понять первую строчку или вторую строчку. Но, конечно, мы должны глубже понять, зачем нам это нужно. Например, и тут я почему об этом говорю, потому что иначе мы, как бы вообще, тыгилим не будем понимать, если мы будем считать, что перед нами частная поэзия, частного человека, что, в общем-то, вещь неплохая, конечно. Знаете, поэзия и все. Но это не то. Для этого не надо нам собираться и разбираться. А речь идет о модели, состоянии, как я много раз говорил, трех параметров любого царя Давида, любого человека, еврейского народа. Потому что еврейский народ, который, пока он находится в Галуте, то есть по сегодняшний день, он постоянно ищет поддержку другого всесильного какого-нибудь благодетеля. Все знают, кто это сегодня. И с одной стороны тебя хотят уничтожить, с другой с тобой благодетель. Вот эта ситуация, она была две тысячи лет. И вся наша история так. Просто мы с вами родились в своем поколении. Но если брать историю сотен лет, то всегда евреи из одного места переходили в другое. Там, где зажимали гайки, они уходили в другое место, где их приветствовали. Потом те, кто их приветствовал, как вот с Давидом, стали тоже зажимать, даже нужно было притворяться кем и так далее. Вот эта модель как раз и рассматривается. Поэтому есть этот перик у нас, чтобы рассмотреть положение еврейского народа, когда впереди некая надежда, сзади смертельная опасность. А чего стоит эта надежда, мы сейчас быстро выясняем. Ничего не стоит. Тебя хотят уничтожить. Эти, где ты надеялся, что тебя будут это хранить. Кроме того, еще хуже, это уже у нас в Перике не видно, но я вам хочу сказать, может быть нам понадобится в другой раз, что хоть его и не тронули в стране Бешти, как я вам сказал, его не тронули, но это еще хуже было, чем есть быть тронут. Сейчас вы поймете почему. И это опять положение евреев не тронули. И как-то технически, например, в Советском Союзе евреев не трогали так долгое время. Но это было еще хуже, чем если бы трогали. Почему? Царя Давида не тронули. Но этот царь Афинш в те моменты, когда он не считал его сумасшедшим, там был период, когда он не был сумасшедшим. Он сказал, если он победил Галиан, и он такой великий человек, и мы видим, что он от царя Шаула убегает и делает все, что хочет и прочее, то он очень даже может быть в генеральном штабе моем против евреев. Мы видим, что царь Шаула его хочет убить. Мы видим, что оттуда только ему смерть. Значит, пусть он будет у меня, чтобы воевать с ним. На этом, в другом месте, царь Давид говорит, что это хуже смерть. Я же не буду с евреями воевать. Это, да, это, надо сказать, давайте правде в глаза посмотрим. Советский Союз, когда, и тут нужно сказать, мы должны понимать свою историю и ту беду, куда мы попали наполовину сами. Была революция и февральская, которая сняла всякие ограничения с евреев. Большевики новых ограничений не ввели вначале. В итоге евреи оказались, в отличие от царского времени, свободными людьми. Как они использовали свою свободу? Шагом марш от еврейства в сторону света, солнца и чего вы хотите. От личных, индивидуального своего потребностей, просто напросто свою карьеру делает, успех в жизни и прочее, прочее, прочее. Это минимальное. До активизма. То есть, участие, значит, массированное участие евреев в ВЧК, он же КГБ потом, в строительстве ГУЛАГа, в уничтожении евреев других, в уничтожении ГОЭВ, евреев, кого хотите. И дальше мы начинаем с славной имена. Помните, евреев, это генералы КГБ, генералы Советской Армии, это крупнейшие ученые, разработчики атомной бомбы. Всего, что вы хотите. Куда только вы не повернетесь, всюду наша гордость была. Что наша гордость была? Работа на Советский Союз, который уничтожал весь мир и евреев в первую очередь. Это, так сказать, ситуация, в которой все, от мало до велика. Маленький человек, маленькие вещи делал, конечно. Понятно, был маленький, прислужил. Кому он служил? В Советскому Союзу. Большой человек, кому служил? В Советскому Союзу. А для того, чтобы карьера шла успешно, надо было карьеру развивать, науку развивать. Свое имя, тут ты кандидат, завтра доктор, тут ты начальник, завтра ты директор. И слава КПСС. Прошла весна, настало лето, спасибо партии за это, или Сталину за это, зависит от времени, стихотворение это менялось. И это все было в крови, это внедрялось, это вбивалось в голову. Я сейчас говорю, только евреев. Ладно, горе, только евреев. Сейчас я об этом говорю. И вбивалось, и вбивалось, а потом имеем продукт. Продукт, это советские евреи. Поколение, кому сейчас 50 и старше, полностью было погружено и выросло во все меже. Поколение, которое было 20-25, ни в чем не выросло, так сказать. Просто так, плавает где-то. Между 25 и 50, сталинизм, коммунизм, сионизм, что? Каша такая в голове. Страшное дело. А еврейство в всем этом деле? Так, надо брать микроскопы и его рассматривать. Может быть, найдем еще иногда. Понимаете, это трагедия. Это не просто так. Это царь Давид. Вот, с одной стороны Шаул, с другой стороны Филистимляне. Они говорят, хорошо, живи у нас. Ты человек умный, ты человек сильный. То же самое, аналог тоже. Ты умный, ты сильный, ты все можешь. Давай только служи у нас. Против кого? Против евреев. Против кого все эти еврейские ГБшники? Против кого они в первую очередь брались? Против евреев. Советские генералы против кого? Против евреев. Потому что надо было всюду уничтожать, всюду все делать. На кого ГУЛАГ работал, интересно? На еврейский народ? На кого все работало? На еврейский народ? А наступил 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы? Я уже свидетель. Вот этого я не знаю. Я только по книгам, по рассказам. Но 50-е, я уже помню 60-е, помню 70-е, помню вся мощь Советского Союза, вся эти инженерные разработки, вся эта наука, вся эта технология, вся эта сила, включая медицинскую науку, работали на то, чтобы снабжать все арабские страны оружием, знаниями, умениями, тренировали их. Они были на полигонах в Крыму, на Украине, в Москве, где я жил. Я их встречал, сижу в парке, сидят два араба, где вы учатесь, то другое. Я уже иврит знал, так я их арабский понимал. Ну, они не понимали, кто я такой, что я такой. Мы говорим, что учатся. Чему учатся? На химическом факультете. Как вы думаете, чему они там учатся на химическом факультете? Зубные щетки делают, что ли? Пасту зубную? Не думаю. Не думаю, я не думаю. Они из Ирака были. На что они, чему они учились? Кстати, они из Ирака были. Это был 72-73 год. Чему они научились там? И что они потом, где они применяли все это? Да, вы помните, это тоже мы проходили на военной кафедре. И вопрос теперь, кто им преподавал? Кто были учеными? Кто были химиками? Кто были физиками? Как не евреи? Пропорционально просто в основном евреи. Конечно, не в основном, потому что полно было русских. Но, знаете, наш маленький народ, 2-3 миллиона евреев в Советском Союзе, наплодили профессоров и академиков выше головы, пропорционально себе. Это была наша гордость всегда. Посмотрите, эти фамилии. И все такое. Здесь какой-то русский антисемит, и там русский антисемит. Напоказ, знаете, там член ЦК и все. А за ним, кто все это пишет, книги работы? Евреи все делают. И кому они делают все это? На что они делают? Это чтобы вот здесь убивать евреев. Понимаете, отмыться от этого очень тяжело. Поэтому мы должны помнить это всегда. Зачем теперь? Зачем мы должны помнить? Первое. Это очень важно. Что быть скромными. Ни один человек не имеет права говорить, что я в этом не принимал участие. Я что, академик, химик, что ли? Я не академик, а не химик. Я вообще был простой человек, там где-то учитель, где-то библиотека, самые такие мирные профессии. Это неправда. Как учитель чему-то учил, как библиотекарь что-то раздавал, какие книги у тебя были в библиотеке, чему ты способствовал. Я детям давал Майдадыр и Буратино. Детям Буратино, а за этим кто? И Буратино, что это такое, и Майдадыр. Это воспитывало поколение пионеров, комсомольцев, коммунистов. Все как один на то, чтобы уничтожать весь мир. Все это шло к этому. Все шло к этому, хотя там автор Майдадыра, может быть, был благородный человек. Мы же не о нем говорим. И то служил тоже, как несчастный человек к всему, чему каким-то. Что мы имеем? Первое, быть скромным. Это очень важно. Нам всем быть очень скромным. Вы должны понимать, мы приехали сюда, эта страна уничтожалась в течение 40 лет произведением мозгов евреев Советского Союза. Плодами наших мозгов. Эта страна уничтожалась. Систематически. 40 лет ее уничтожали продукция мозгов советских евреев. Это нужно правду понимать. У Египта, Сирии, Ирака никакого американского оружия не было. А если было, то мало. В основном это было только советское. Все советское. Это нужно помнить. И мы в этом принимали участие. Пункт номер два. Кроме нужной нам всем скромности, мы должны еще научиться, что не все, что кажется новой дверью во что-то хорошее и важное является таковым. Не любая дверь, которая открылась, а многие двери открылись перед русскими евреями в 17-м году. Мы уж так помним, это так называемая февральская революция, не коммунистическая. У них просто не продолжали. Эти двери были открыты. Это правда. Так можно понимать. Ну и что, что открыты. Надо ли лезть в каждую открытую дверь? Это вот философский вопрос. Надо его помнить. И в нашей частной жизни думать, надо ли нам в каждую открытую дверь заходить. А то, что она открыта, еще не значит, что надо туда заходить. Надо думать. Вот эти два вывода минимальных, которые мы можем сделать из той беды и такой трагедии, что мы волею, как говорится, непонятно уже чего, но все с неба, как говорится, идет. Что мы родились и выросли в стране благоборческой, которая против Всевышнего шла, которая мир уничтожала. И это надо всегда помнить. Изменить прошлое уже нельзя. Особенно гордиться не надо. Надо скромно помнить, где мы были, что мы были, и заниматься улучшением мира вокруг. Чтобы этим искупить то, что мы уничтожали вокруг. Будучи советскими гражданами, все мы без исключения, я себе тоже самое могу сказать, хотя, кажется, Бог чуть-чуть помиловал. Вот так знаете, в 26 лет я уже плюнул на советскую власть и стал не советской власти. То есть, все. Документы на выезде израиля, со всех работ меня выгнали, я больше не служил советской власти. До 26 лет, а несколько лет я и служил. Это тоже, как говорится, не рядом будут упомянуть, не открещиваясь слишком далеко. Могу только сказать, что это у меня повезло, что это всего лишь несколько лет. С 27 лет дальше уже больше этой власти не служит. Так что это единственное, что я могу лично для себя утешить. Но все равно тоже запятнан тем самым. Так вот, мы должны извлекать из этого выводы, и раз мы были запятнаны и запачканы, то мы должны эти пятна каким-то образом смываться. Теперь нельзя просто сказать, вот как некоторые, как некоторые. Вчера мне позвонил один мой бывший ученик, вчера это было, живет в Тель-Авиве и говорит, что он познакомился с девушкой, и все хорошо, еврейка и так далее, и так далее. Один только минус, она когда-то крестилась. Он мне спрашивал, она еврейка теперь или не еврейка? Ну, значит, это вопрос непростой, кстати. Я говорю, генетически она еврейка, но к нашему народу она не принадлежит. То есть она де-факто не еврейка, она только биологически она еврейка, и не надо ги-юр делать. Но она сегодня еще не еврейка. А когда она будет еврейкой? Когда она публично откажется от того, что она христина. От публично. То есть пошлет какое-то письмо, что-то скажет, что-то заявит, что-то там сделает такое. Я не говорю о тех, кто какие-то там получокнутая бабушка крестила, когда там ребенку было два месяца. Это нас не интересует, это все ломаного гроша не стоит. Все, что там у них идолпоклонцы, нас не интересует. Но когда человек взрослый, такое дело делает, так он должен каким-то образом что-то делать. Он не может. Она уже не верит в это все. Она в то уже не верит теперь. Это достаточно, недостаточно, конечно. У нас человек не верит. Это еще его частное дело. Он должен что-то сделать за это. Он уже как-то не просто не верит. Он же, люди же, знаете, если бы он не крестился, а когда-то бы сам читал бы книжки. Ему понравились книжки. Луа Лейну не про нас будет сказано в других религиях. Плохо, хорошо сейчас не верит. Но он человек ничего не делал. Читал книжки, ему это нравилось. Он ничего не должен делать. Он только думал, чего сделать. Но ему не надо ничего делать. Почему не надо ничего делать? Потому что он что? Ничего не сделал. Ему нравилось. Он 20 лет интересовался и мог считаться кем хочет. Но если он не говорил. Если он кому-то даже сказал. Я буддист, я тот, я православный, я католист. Кому-то сказал. А тем более публично. Он же что-то сделал. Но сделал, надо сделать. Понимаете? На ничего не сделал, ничего не надо делать. На сделал, надо делать. В общем, я бы немножко это все объяснил, дальше пусть они разбираются, это неважно. Но интересно, вчера случилось, и я вернусь к нам. И вот мы тоже, мы живя в той стране, мы что-то делали, и не надо только, чтобы кто-то думал, что я ничего лично не делал. В КГБ не служил, генералом не был, работал на мирном фронте. Пусть никто найдет мирный фронт в Советском Союзе. Я хочу его посмотреть, я ни разу не нашел еще мирный фронт. Что такое мирный фронт? Я был врачом, лечил людей, кого ты лечил? Какую ты вкладывал науку, на что, чтобы отравлять евреев, чтобы газы делать, чтобы яды делать для КГБ? Нет, я был терапевт, это была система отравления людей, уничтожения людей. Я не говорю уже о психушках и тому подобных вещах. Всем понятно, да? Я хочу когда-нибудь что-нибудь увидеть, что-нибудь мирное в Советском Союзе. Это была серьезная страна, продуманная, во главе были мудрые руководители, которые взяли, все евреи вначале в основном были. Из 26 членов передверо и кандидатов 19 евреев. Неплохая пропорция, да? Я говорю о 18-м годе, неплохая пропорция. Все было на основе Тор-Эсбел, на основе Шулхана Рухали, Газбел. Все снизу до веры пропитано. Ничего в СССР не было, не в Советском. Все было только идеологизировано. Даже продажа детского питания была точно частью идеологии Коммунистической партии. Потому что надо было благодарить потом, что все партия, если бы не партия, ребенок бы умер. Ребенок живет только благодаря Сталину и партии. Это была идеология продуманная, проделанная. Поэтому я никогда не видел ничего мирного в Советском Союзе. Все было подчинено тотально этому. А мы возвращаемся к тому, что мы читаем, и мы начинаем. Смотрите. Вот вы зря не записываете эти речи. Они, может быть, еще умнее, чем то, что я сейчас скажу. И полезнее, поверьте. Я говорю, не обязательно записано. Уже если писать, вы должны были это прежде всего записать. Это на практике вам пригодится в жизни. Так я это и записал. А вот вы здесь не записали. Давайте. Смотрите, сколько много в одной фразе. Вот такой начал. Длиннейший. Смотрите, читаем. Ла Минацеях посвящено это Всевышнему. Да, Минацеях это Всевышний. О чем текст? Ал Йонат Эйлем. Что такое Йонат на иврите? Голубь. Элем. Что на иврите Элем означает? Глухой. Это немой. А голуби, которые, голубки, смотрят какой-то там контекст, мы потом вложим в это. Голубь глухой, немой, который не говорит ничего, который не слышит ничего. Да, Элем не говорит, не слышит, глухонемой. Рехоким, который, голубь такой принадлежит далеким или из далеких. Непонятно. Рехоким – норахное число, голубь – единственное число, поэтому не очень понятно. Но что-то связано с… Рахок – это далекое. Да, что-то с далекими связано здесь. Ледовид, что автор этого все, Давид будет. Мехтан. У нас уже было это слово примерно 40 пероков тому назад. Мехтан – слово труднопереводимое. Это вообще не, кстати, непереводимое. Но мы скажем так, что слово «мехтан» означает очень важный. То есть Давид очень важный текст написал, придал ему важность. Сам его обозначил важным. Так, что даже пометил его в тексте пятнышком золотого цвета, что это все на вес золота и очень важно. Это «мехтан». Беофоза, то тогда, когда судьба его держала, у плещтим, у этих самых плещтимлян, плещтимлян, бе-гат, в городе гат. Это мы уже знаем, что, откуда, уже все мы тут рассказали. Всегда их в Шериме, в других местах, в Палахсахе. Это, в Месе, в Исраиле. Это община Израиля. Народ Израиля. Значит, тогда получается, речь идет о народе Израиля, который сравнивается с Галушкой, который в ситуации будет глухонемой, то есть сказать ничего нельзя. И слышит ничего, не слышит, не может говорить. Ситуация катастрофическая. То есть, голубка такая, рэхо хим, принадлежит, принадлежит, так сказать, к далеким делам, принадлежит к далеким делам. Далеко от теми, что все. Понимаешь, совершенно заброшенная, эта голубка заброшенная и сказать ничего не может. И обратиться никуда не может. И еще заброшенная в далекие места. Но распространяется. Сам рэхо хим. Ситуация с еврейским народом, которая ничего не может, не слышит, говорить не может, заброшен. Придет спасение, не придет спасение, это большой вопрос. Завид написал это, отметил в золотой печати, что это особый важный секс. И все. И это, когда это было написано, я все-таки, опять перевожу эти первые фразы, когда было написано, когда он был у филистимлян, в Гаще. Причем не просто был, а БФО, а ФИЗА. Когда у филистимляне держали, как говорится, как это можно сказать, неизвестное объятие, то есть, с одной стороны, обнимали, с другой стороны, слов. В том числе, иди воин с евреем. Вот тебе генеральская форма, вот тебе генеральская зарплата, на мелкий понимаете, аналоги видите, вот тебе зарплата, вот тебе форма, вот тебе золотая езда героев. Только что, воин с евреем. Вот ситуация. Следующая фраза. Хаменивус. Что такое хаменивус? То есть, прости меня, амнистия, мне нечего просить, слушай, а Елен, он же тоже, как раз житель, как модель всего народа, мне нечего сказать, я глухонемой. Что оно высказали? Просто отнести ко мне, отнести ко мне безпричинное, прости меня, не потому что я хороший, не потому что я такой. Нет причин. А почему нужно меня просить, потому что устоять я не смогу. Смотрите, ибо против меня человечество, до слова «еноз» это вот, когда «еноз», против меня все человечество, если в модели еврейского народа, а в модели царя Давида, против меня любовь, скажут, все против меня. Все, конечно, шаул против меня, евреи против меня, эти селеки-селеки-ляне против меня, все против меня, все человечество против меня. КОЛ ГАЙОВ ЛОХЭМ ИЛ САТЕЙНИ Каждый КОЛ ГАЙОВ весь день сплошной То есть сплошной все время ЛОХЭМ, тот кто воюет, он меня давит И будет давить дальше в будущее время А кто воюет, все воюют, КОЛ ИНОС Все человек, кто воюет против меня и давит ему Подписывайтесь на канал Там есть потрясающая фраза, смотрите ШАФУ СТОРЫ РАЙ КОЛ ГАЙОВ СТОРЫ РАЙ КОЛ ГАЙОВ В Labour ХОЛ ГАЙОВ Субтитры делал DimaTorzok 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 Диалоги Субтитры делал DimaTorzok Ничего что вам говорят хорошего Это моя рекомендация Для вас этого нет Просто нет и все Тогда можно еще бы коще с трудом уберечься А если слушать А еще Хаска ставила стремиться Чтоб тебя хвалили И ждать этого Вон сколько хорошего сделал Хоть похвалил бы кто-нибудь Так это что не дай бог Таких хрустей даже нет Я говорю Я родился Я родился В 1946 году в Велике Это где я разве Я был в Велике В 1946 году родился Что вас меня хотят Да В 1946 году? Нет 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 Я понял Не надо Нет Головная защита Не надо думать об этом Не надо бояться Не надо ничего Но чтоб помочь Первое Первое оружие против Ангара Это Значит Ничего Этого нет Только все Управляемся Просто даже Вообще Но чтоб показать Свою Чтоб показать Свою Ээээээ... Такой знаете Цельность и viral zu Не надо просто Говорить что этого нет Надо если помогать В небу чтоб этого не был То это всегда Обшибаться Любое Ахмада по хвалуе хорошая Не обращать Он тебе не может закрыть Рады людям За спиной Если говорить о сказать что ты выкидал Мы должны показать, мы помогаем небу, чтобы против нас не было стихи. Да, и так это все. Не бояться, но так и вся вода. Это вот эта основа основ. И тогда будет все хорошо. Это значит испортить некому жизнь, наоборот, все будет правильно, хорошо. Не надо делать, если все будет хорошее. Не надо сказать, что это фальсивое. Пусть меня ругает. Ты меня ругает, я сделал хорошее. Но кто-то меня знает, как и вся вода. Не интересуется вообще. Ну, так хорошо. Так, ну, записывать надо. Это надо записывать. Да. В 46-м году в фильме надо было с вас приехать, я залпу урок, залпу. Это шутка, это все. Да, это шутка. Да, это шутка. Вот, хорошо, потому что спросили, где я здесь, чем ответить конкретно. Никого не надо валить. Теперь, ну, это конкретное дело, надо благодарить человеку. Между половиной и благодарить, такая разница. Если это раз, мы говорим, вы показываете, что ли ты стучатный человек, не селья Николая. Я не калописка, не сайта. Человек сказал, что это хорошее. Но сложно сказать ему спасибо за это хорошее, что он делает. А не говорить, что он замечательный, что он хорошее. Что это хорошее, что это красивое, что это унивое, что это похоженее. А благодарность это колоссальная у нас основа-основа. Наши зовут опять болтовня, опять болтовня. У меня все я пишу, все записываю потом. Тут у меня весь интересный знак, все потом записываю, кто болтает. Так вот, понимаете, обязательно у нас записано, даже сюда будут стали игуди, да, потому что если мы узнаем много названий, одно имен, одно из наших моментов, игуди. Да все знают, что у всех сюда будут записаны, игуди. От слова игуди, от слова лего дон, у нас написано игуди. У меня было написано игуди, так я помню. Потом я не смотрел все эти годы, но было написано игуди. Вот. А эти строения? А я не знаю, что это строение. Это, может быть, знаете, гражданство израильцев вам дали? Так вот сколько они с ума сошли, если дают такое гражданство? Получается, каждому нееврею тоже дают. Ну-ка давайте проверим, что на 3-й годах. Смотрите, новое это самое, отлично, очень хорошо. Только израхут, израильское гражданство. Живое, живое, да? А живое? Да, все сразу. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Правильно. Правильно. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я говорю про сегодняшний день. А по валихадо. Благодарить. То есть мы видим, что чувство благодарности, это коренное должно быть у нас дело. Это не что лишь быть так. Это очень важно, чтобы благодарить за то хорошее, что другой человек делает. И другой человек, группа людей, неважно, кто-то другой делает. Надо благодарить. Но хвалить, это не одно и то. Хвалить только что Акадош Бару. Что? Вы знаете, я не хочу даже в это входить. Хорошо. Я не буду сейчас заниматься воспитанием маленьких детей. Давайте. Мы запутаемся. Хорошо. Я не хочу, чтобы мы все запутались. Иначе мы начнем на уровне маленьких детей обсуждать ситуацию. Мы запутаемся ужасно. Итак, смотрите, что здесь написано. Шаапу шорерай колгайом пасу гиммел. Те, кто меня воспевают. Мешорерин. Они весь день, что хотят, они хотят, как вот шаапу. Смотрите, пасу ге бет шаафани, видно, что стремятся меня уничтожить. Так и видно, что и здесь они хотят, на самом деле, весь день меня уничтожить, хотя они только берут гитару и цимбалы и только, так сказать, песни поют в мою честь. Они хотят меня уничтожить. Кирабим лохаммин. Многие против меня воюют. И вот те, кто воспевают, они среди многих. То есть против меня и те, кто меня хвалят, и те, кто меня не хвалят. Но вот те, кто хвалят, они среди этих многих. А кто же меня может поддержать? Ли Маром. Тот, кто выше всех, тот, кто наверху на небе, он только на моей защите может быть. Другой у меня защиты не может быть. Не надо рассчитывать на тех, кто тебя хвалят и тех, кто тебя ругают. Только Кадош Баргу меня может защитить. Вот почему я говорю, как с гуся вода должна быть. И даже не думать ни о чем. Никогда. Следующий, последний посуд сегодня. Четвертый. Йом Ира. Йом Ира. Ани Элеха Эфтах. День, когда я буду трепетать, когда у меня трепет и страх. Ира, да? Ира. Это трепет, страх. В этот день, а если, знаете, холодное чувство страха прокрадывается в сердце, что тут говорится о Ни Элеха Эфтах. Я к тебе свой бетахон, свою уверенность буду направлять. Если мне будет страшно и плохо, я не буду рассчитывать ни на тех, кто поет, ни на тех, кто не поет. На всех этих певцов мы рассчитывать не будем. Только на тебя. Потому что нет другого. Мы только что выяснили, что невозможно. Просто невозможно ничего. Приходится так действовать. И на этом мы заканчиваем наш урок. На хорошем деле. Ки Ани Элеха Эфтах. Это хорошие слова. До следующего. Рада Байзрата Шим. В третьем. Через неделю. Тихо. Продолжение следует...